Омским волонтёрам посчастливилось побывать на Всероссийском семинаре-практикуме, посвященном сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проходил в Москве с 1 по 4 апреля. 6 числа ребята вернулись домой. На перроне их встретили родные и близкие. 12 волонтёров и кураторов, представители отряда «Прометей» и Омского педагогического университета посещали тренинги, готовили собственные проекты, обсуждали насущные вопросы, встречались с интересными людьми. Среди гостей семинара Ксения Безуглова, Мисс Мира-2012 среди девушек на инвалидных колясках. Именно она помогла ребятам сориентироваться в вопросах сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечении их в социальную практику. «И мы с ней разговаривали о возможностях колясочников. И как раз она нам рассказывала о том, что в Москве очень часто проводятся флешмобы, когда именно и люди с ОВЗ, и здоровые люди выходят на флешмобы и вместе танцуют какие-то танцы или, возможно, проводят какие-то, ну, допустим, день обнимашек или что-то вроде этого. И мы договорились с ней, она взяла с нас обещание, что каждый в своём городе проведёт что-то подобное». Танец добра, разученный на семинаре, а мечи по пути домой демонстрировали на каждой железнодорожной станции. Волонтёры решили превратить его в серию флешмобов с участием людей в инвалидных колясках. На этом идеи добровольцев не закончились. «Мы выяснили, что нам ещё предстоит сделать для нашего города, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья стало намного удобней. Что нужно сделать, чтобы как-то вытащить их из своих квартир, из своих каких-то норок. Хотелось бы для начала найти такие центры, в которые нас бы пустили с ребятами, с нашим отрядом, чтобы мы могли начать общаться с другими людьми. То есть не только с колясочниками, которые в своих квартирах, а, допустим, с людьми с синдромами Дауна, с аутистами, с людьми, у которых нарушение слуха или зрения». Обучение омских волонтёров и кураторов на общероссийском семинаре в Москве прошло при поддержке Росмолодёжи и Министерства по делам молодёжи Омской области. Волонтёры уверяют, результаты поездки будут видны уже в ближайшее время.